Тепло в доме, тепло на душе. Такое простое, но крайне важное условие для нормальной жизни. Проверить, наступил ли отопительный сезон в домах Щелковцев, решили депутаты городского и районного советов депутатов фракции «Единая Россия». Вместе с главой района Надеждой Суровцевой народные избранники в рамках партийного проекта «Управдом» посетили микрорайон Чкаловский, откуда поступало большое количество жалоб. Мы заранее запланировали, и вот уже вторую неделю проводится работа фракциями всех советов депутатов поселений, городских и сельских поселений Щелковского муниципального района в рамках контроля за действиями исполнительной власти, как подготовлен на жилой фонд, социальные объекты к отопительному периоду. Начать проверку депутаты решили с котельной, расположенной здесь же, в микрорайоне. Она обеспечивает теплом почти 20-тысячное население. В этом году на коммунальном объекте провели необходимые ремонтные работы, чтобы осенне-зимний период не преподнес неприятных сюрпризов. Капремонт одного котла сделан, заменены сетевые насосы, поставлены более современные, с частотным регулированием, сделана камера управления и узел учета тепла. Ну, в общем, котельная готова к зиме, все дома с теплом. Проверили депутаты и социальные объекты. Так, народные избранники без предупреждения посетили школу номер 11 имени Германа Титова и убедились, ученики и педагоги находятся в комфортных условиях. Отопление здесь дали больше недели назад. По словам администрации школы, в образовательном учреждении частично заменили батареи, провели необходимые процедуры и в результате температура воздуха в кабинетах превышает 20 градусов. И далее в детский сад номер 27 «Березка». Почти 4 года назад у садика появилась пристройка, тогда же полностью заменили элеваторный узел. И сегодня тех проблем, с которыми раньше сталкивались в дошкольном учреждении, больше нет. Ребят, тепло в садике? Да. А в чем вы ходите в группе? На шкале. Вообще, нарушений температурного режима не было? Не было. Потому что по вашему детскому садику почти каждый год были нарушения температурного режима. В этом году вы хорошо промыли все, прессовали, сбалансировали систему отопления нового и старого здания. Никаких нарушений. Можете проверить температуру 25-26 градусов. Мы даже иногда проветриваем в отсутствие детей. Ключевым этапом объезда стала проверка жилых домов. Депутаты не только выслушали представителей управляющей компании, но и спустились в подвал и в прямом смысле слова стучали и звонили в двери жильцов. На улице Институтская в доме 18А отопление уже пустили. По словам представителей организации, экс-ком, подрядчику управляющей компанией ДЭС ЖКХ, в доме были проведены все необходимые работы для вступления в отопительный сезон. А чтобы узнать истинное состояние дел, депутаты решили пообщаться с жильцами. Лилия Кузьмина переехала в этот дом всего два месяца назад, но новая квартира радости не приносит. Вот уже два месяца здесь течет труба. Меня, в общем-то, интересует, чтобы нам устранили течь, что и ко мне больше ничего не надо. Хорошо. Я думаю, что депутаты городского поселения возьмут на контроль эту работу. Также депутаты осмотрели дворовые территории и обратили внимание на проблемы благоустройства. Например, на улице Насосного завода у 19-го дома Матищинская теплосеть после ремонта теплотрассы не привела территорию в порядок. Деятельность депутатов привлекла внимание местных жителей, и они активно задавали народным избранникам вопросы. А те, в свою очередь, интересовались состоянием делу населения. Сейчас тепло у вас, думаю, или нет? Тепло. 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 Вот только за исключением нескольких квартир, у кого пробки. Мы занимаемся пусконаладкой. Здесь взаимодействие депутатского корпуса по вертикали областная, дома, район, поселение. Очень важный механизм. Не все плохо. Люди работают, представители управляющей компании, представители теплосети смотрят, участвуют и делают все для того, чтобы жителям было тепло. В целом, тема теплоснабжения – одна из главных в муниципалитете. Депутаты района и города данным мероприятием хотят призвать своих коллег из других поселений проводить аналогичный контроль на своих территориях. Народные избранники отметили, основная часть вопросов по Чкаловскому снята. Однако на сегодняшний день остаются открытыми вопросы по теплоснабжению еще в нескольких микрорайонах города. Их решением сейчас активно занимаются. Сейчас самое важное, чтобы жители были с горячей водой и с теплой. И я могу заверить жителям других микрорайонов, что этот вопрос тоже стоит на контроле. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».